Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня, 5 июля, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Плавающие пошлины перевели в рубли. Мировые цены на пшеницу упали до уровня февраля. Жителям села прибавили по 100 тысяч рублей на развитие ЛПХ. Эти и другие новости далее в выпуске. На прошлой неделе мы рассказывали, что правительство России работает над модернизацией демпферного механизма. Кабмин обсуждал идею перевести расчеты плавающих пошлин в рубли. И, признаюсь, мы думали, что это предложение будет рассматриваться еще как минимум месяц. Но все произошло очень стремительно. Уже 30 июня, накануне нового сельскохозяйственного года, правительство России приняло постановление номер 1179, согласно которому и базисные цены, и пошлины стали рублевыми. Базисные цены на пшеницу, ячмень и кукурузу, если сравнивать с прежним уровнем при текущем курсе доллара, выросли примерно на 4 тысячи рублей. Если бы до сих пор сохранялись базисы на пшеницу в размере 200 долларов за тонну и базисы на ячмень и кукурузу в размере 185 долларов за тонну, то сейчас бы пшеница стоила около 11 тысяч рублей, а кукуруза и ячмень около 10 тысяч рублей. Ставки пошлин тоже уменьшились при переводе их в национальную валюту. По подсчетам аналитического центра Агроспикер, рублевые пошлины оказались чуть ли не в половину меньше своего прежнего долларового эквивалента. Ставка пшеничной пошлины сократилась на 42%, ячменной на 48%, кукурузной на 55%. Ставки, которые вы видите сейчас на экране, были объявлены 1 июля. И вот что удивительно, уже через 3 дня, 4 июля, эти же ставки были скорректированы. Они были повышены на 30-35 рублей, это следует из данных Союза экспортеров зерна. Ну, видимо, их повысили для того, чтобы колхозники не жировали. А закончить эту новость я хочу фотографией, которую прислал один наш читатель. Это комбайн Дон 1500, который остановился, не успев домолотить 2 гектара ячменя в Краснодарском крае. Комбайну, кстати, в этом году исполняется 20 лет. Другой уборочной техники в хозяйстве нет. Так что механизаторы радуются, что на этом комбайне всего лишь подшипник развалился, тогда как могла загореться и вся машина. Это всего лишь одно из хозяйств, которое правительство обложило пошлиной. Боюсь, таких примеров в России немало. И с такими вот сборами непонятно, на чем наш рекордный урожай пшеницы, который теперь, по словам аналитиков РусАгротранса, составит около 90 миллионов тонн, хозяйства будут убирать. Шансов на обновление техники становится все меньше и меньше. Еще год назад мы возлагали много надежд на изменение пошлин, ожидая, что после этого российские цены вырастут. Но, судя по всему, на данный момент корректировка пошлин уже вряд ли поможет рынку. Аналитики сомневаются, что рост состоится, во всяком случае, быстро. Глава Российского Зернового союза Аркадий Злочевский предположил, что эффект от пошлин мы увидим в прайсах не раньше августа, поскольку в июле будет отправляться на экспорт зерно, купленное еще в прошлом сельхозгоду. Генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько в беседе с Интерфаксом предположил, что в ближайшее время цены могут не то что не вырасти, а даже опуститься, учитывая нисходящий тренд на мировом рынке и ожидаемо высокие урожаи пшеницы в России. На мировых биржах цены на пшеницу действительно опускаются. По данным немецкого издания Агрархойте, цены на чикагской бирже и на бирже Мотив опустились до того уровня, который существовал до начала спецоперации. На бирже Мотив 1 июля мягкая мукомольная пшеница подешевела до 349 долларов за тонну, в Чикаго до 305,5 долларов за тонну. Для российского рынка распродажа означает, что эффект от снижения пошлин, вероятно, будет весьма ограниченным. Такой комментарий опубликовал глава Совокона Андрей Сизов. Генеральный директор аналитического центра Агроспикер Виталий Шамаев предполагает, что благоприятное для экспорта зерна время может наступить не раньше 2023 года, поскольку сейчас крепкий рубль вкупе с пошлинами, которые хотя и уменьшились, но никуда не исчезли, делает российскую пшеницу неконкурентоспособной на мировом рынке. По словам Виталия Анатольевича, российским аграриям придется уходить в долгое хранение зерна. И вот когда наши основные конкуренты распродадут свое зерно, у российских сельхозпроизводителей будет возможность удовлетворить остаточный спрос. С 1 июля в России заработала государственная система прослеживаемости зерна. В эту систему будут вноситься сведения не только о количестве собранного урожая, но и о его качестве. По информации, которую дал Россельхознадзор, в этом году структура будет вести государственный мониторинг качества зерна только по пяти культурам. Это рожь, кукуруза, рис, гречиха и соя. Изначально планировалось, что на качество исследует весь урожай. Напомним, что на апробацию системы сельхозпроизводителям дали всего два месяца. С 1 июля сведения во ФГИС зерно можно подавать в добровольном порядке, а с 1 сентября это станет обязательным. Впрочем, глава Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и кооперативов Владимир Плотников выступил с предложением продлить срок добровольного внесения сведений для малых форм хозяйствования. Он предлагает оставить такую форму до конца 2022 года. По словам Плотникова, осваивать систему в то время, когда идет уборочная кампания, просто не под силу небольшим хозяйствам. Фермер и так одновременно является и комбайнером, и водителем, и трактористом, и просто не сможет этого сделать, не останавливая полевые работы, объяснил Владимир Плотников. Он также отметил, что правила требуют предоставлять информацию по зерну с каждого кадастрового участка, а это невыполнимо для малых форм хозяйствования, ведь фермер убирает урожай с поля, а не с кадастрового участка. Но на это предложение пока от правительства не поступило никакой реакции, поэтому мы все же советуем фермерам не расслабляться. Производители минеральных удобрений намерены увеличить цены на свою продукцию на 19%, выяснила газета «Ведомости». Ранее журналистам ТАСС стало известно, что Минэкономразвитие, Минсельхоз и ФАС удовлетворили просьбу производителей удобрений об индексации цен. Причем повышения должно пройти в два этапа для селитры и в три этапа для всех остальных удобрений. Компании Еврохим, Уралхим, Акрон и Азот уже изменили свои прайс-листы, выяснили ведомости. Напомним, что производители удобрений в сентябре 2021 года договорились сдерживать цены на свою продукцию на уровне мая-июля 2021 года. Соглашение должно было действовать до мая текущего года, однако в апреле вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что цены должны быть зафиксированы до июля 2023 года. В ответ производители удобрений попросили об индексации и правительство с ним согласилось. Следующая новость могла бы быть опубликована в рубрике «Разум победил». Минсельхоз России изменил порядок ветеринарно-санитарной экспертизы сырого молока. Если вы помните, с 1 марта 2022 года вступили в силу новые ветеринарные правила, которые регламентировали, что сырое молоко следует проверять на содержание соматических клеток, антибиотиков и некоторые другие параметры не реже одного раза в 10 дней. А вот на кислотность, плотность, запах, вкус, цвет, массовые доли жира и белка проверять следует каждую партию молока. И, конечно, всякий раз за анализы следует платить. Это нововведение вызвало большие протесты у производителей молока, особенно у сельских жителей, а также у молокосборщиков. И к нам в редакцию поступало немало обращений, в которых сельские жители говорили, анализы станут фикцией, потому что ветеринарные лаборатории просто не в силах проверить такое количество молока. Мы не знаем, что происходило в кабинетах чиновников, но 24 мая своим приказом номер 305 Минсельхоз постановил, что на все вышеперечисленные характеристики исследовать молоко достаточно всего один раз в месяц. Вот такой неожиданный позитив. И последняя новость, которая, конечно, не спасет агропромышленный комплекс, но может поддержать некоторые сельские семьи. Государство на 100 тысяч рублей увеличило максимальный размер суммы, которую может получить малоимущая семья по социальному контракту. Социальный контракт заключается с той целью, чтобы малообеспеченная семья или малообеспеченный гражданин мог самостоятельно встать на ноги. Государство перечисляет семье или гражданину некоторую сумму денег, которую можно использовать на развитие своего личного подсобного хозяйства или на открытие собственного дела. Так вот, с 1 июля на развитие ЛПХ можно взять до 200 тысяч рублей, а на начало предпринимательской деятельности до 350 тысяч рублей. Мы в Телеграме попросили наших читателей предложить, что можно купить за 200 тысяч рублей для развития ЛПХ. Варианты были такими. Если есть царай, овец или коз, можно купить две коровы, это живые деньги на постоянной основе. Можно купить червей, если не продашь, то хоть на рыбалку сходишь. Ну и, наконец, можно купить хорошее седло, чтобы спину не терло, когда на нас катаются. Спасибо, дорогие друзья, за ваши остроумные комментарии. С улыбкой и, правда, легче переносить всю нелепость этого бытия. Спасибо, что остаетесь с нами. Ставите ваши лайки, комментируйте выпуск новостей, делитесь им со своими друзьями. И увидимся на следующей неделе.